Ребята, всем привет! Сегодня мы играем в Азул. У нас немецкая версия, вот так выглядит коробочка. Игра у нас от двух до четырёх, и можно в неё играть 8+. Хотя, мне кажется, можно и младше играть. Ну, если ребёнок поймёт, да. Тогда да. Нас же сегодня двое? Нас сегодня двое. Игра очень здоровская и на двоих, и на трёх, и на четверых. Но сегодня мы покажем на двоих. Да, как люди играют в неё вдвоём. Мы же люди, и мы вам её покажем. С чего начинается игра? При игре вдвоём используется только 5 дисков. Это фабрики, с которых мы будем забирать свои вот эти вот прекрасные мозаички. Вообще, смысл игры — набрать больше всего победных очков. У каждого есть свой планшет, где вот эти победные очки будут изображаться. И нам нужно будет построить свою замечательную мозаику. Правильно? Да. А игрок начинает первым ходить, тот, кто был последний раз в Португалии. И мы оба не были в Португалии, поэтому будешь пускай ты первый игрок. Ну, я рассказываю, из чего состоит ход. Это моё. Это моё. Ты в центр выкладываешь, да? Нет, я не в центр не выкладываюсь. Нет, ты выкладываешь в центр. Сразу? Да, сразу. Ты просто будешь первой ходить. Ну, ладно, мне тем более лучше. С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что мы разложили по 4 в хаотичном порядке. Мы достаём этого из мешочка. Вот такой мешочек прилагается в игре. Кто смотрел распаковку, я думаю, видел. Там, естественно, вот все-все-все, все-все-все, вот такие-вот такие. И они хаотично достаются. Надо будет брать определённые мозаики, которые посчитает каждый человек, какие ему нужны. Это вы увидите в процессе. И, может, начнём? Да, давай, начнём. Ты ходишь первая. Я хожу первая. Так, я возьму вот так вот. Я беру здесь, именно с этой платформы. Фабрики. Фабрики. Скидываю оставшись сюда. Какие я именно скидываю? То есть надо взять все одного цвета, какие бы они ни были. Либо они лежат здесь, либо они потом будут лежать в центре. И куда-нибудь их расположить. Вот сюда можно у нас располагать. И надо понимать, как правильно располагать. Я, чтобы себе не пудрить мозги, сразу сделаю сюда. Надо обязательно смотреть, как располагать. Например, если бы я взяла бы две и расположила сюда, одна бы у меня обязательно ушла как бы в минус. Сброс такой, да. Сброс в минус. Когда мы будем вследствие подсчитывать очки, вот когда мы здесь накапливаем, здесь сразу минус 1, 2, 3. Они будут вычитаться. Поэтому лучше сразу понимать, куда распределить. Также вот эти все плитки, они располагаются справа налево. И у нас начинается от 1 до 5. Можно располагать, как ты правильно сказал, только одного цвета, куда нам надо. Да. И теперь у нас есть у меня лично возможность начать отсюда брать все фишечки. Что я и сделаю. Я хочу взять одного цвета, это красное. И помимо этого я беру жетон первого игрока. Значит, следующий раунд я начинаю первым. Но в данной игре такая тема, что я сразу же кладу этот жетон вот сюда. И в этом же раунде, после определенной фазы, у меня будет минус 1 победное очко. Я взял красную облицовку и я прям положу ее где единичная. Вот это вот. Пустошь. Так, я беру. Сразу 2. Это опять идет сюда. Так. Куда располагаешь? Сюда. Строго справа налево. Почему? Это чуть-чуть позже, потому что важная такая деталь. Можно сразу ответить, что если берешь больше и, например, хочешь вот как сюда. То есть, ну, например, ты берешь 5, но тебе хочется только сюда где 3. Нет, нельзя. Вот в эти области распределять ни в коем случае. Сразу идут сбросы. Да, то есть, распределять между оставшиеся, типа, 3 сюда, 2 сюда нельзя. Ты должен распределить, как считаешь нужно. Так. Ты вот так вот забрала, да? А я возьму вот такую вкуснятину. Две желтенькие конфетки. А вот это сюда сброс. Ну, как сброс? Это не сброс. Это такой общий бассейн. Беру. Вот ты единичную и забрала. Хорошо. Я возьму вот эти 3 синенькие. Они так замечательно надлежат. И расположу ее где только 3. Вот так вот. Слушай, а сколько мы не играли? А что так идеально-то? Что так идеально-то? Так. А что мне дальше взять? Ну, что же, мы тогда... Ну-ка, дай-ка мне эту плиточку. Мне нужны темные. Тебе только нужно темные. Забирай. Желтые, да. Идут сюда, в центр стола. Я заберу вот такую бирюзовую, положу ее вот сюда. Начну делать на следующий ход, а эти все сюда идут. Это точно. Так, какой теперь я хочу цвет? Я хочу... Ну, вот такой вот. Вот такой вот, да? Да. И вот смотрите, сейчас возникает та ситуация, при которой я, например, возьму 2 красненькие. И у меня остается только где набирать 5 штучек. Но больше красных нет, и они останутся на следующий раунд, что я и сделаю. Но ты сейчас что-то заберешь. Да? Ну, я, естественно, от тебя взяла хуже. Ты заберешь черную. Да. Я ее могу, кстати, сюда, если захочу, но я хочу вот сюда. Ты хочешь продолжить ряд. И смотрите, у меня остается 2 желтые. Вот так вот. И у меня нету места, куда бы я их мог выложить. То есть, вот эти желтые у меня уже закончено. Да, определенное количество. А расположить вот сюда и вот сюда я не имею никакого права. Потому что я могу докладывать только такого же цвета. Следовательно, это идет в мой... Не то, что личный сброс. Это прям беда. Это такой лифт. Лифт. Где? Где потом мне будут победные очки забираться? Лифт потери. Лифт потери, да. И смотрите, у нас закончился раунд. Что это значит? Даже не то, что раунд. У нас закончилась фаза добора вот этих плиточек. Теперь у нас начинается фаза облицовки, когда мы будем составлять свою мозаику. Как это происходит? Все законченные ряды, самая правая плиточка будет отправляться у нас в мозаику. То есть, вот здесь вот единичная плиточка и она отправляется сразу вот сюда. И сразу же по ней идет подсчет очков. Если плиточка стоит единственная в ряду и в таком столбике, тогда получается только одно победное очко. Я себе это поднимаю. Один. Дальше я смотрю. Вот этот у меня законченный ряд из двух плиточек. И самое правое у меня перемещается на то место, куда надо. То есть сюда. И я теперь смотрю. Она же у меня теперь в столбике стоит. И она в таком столбике, где состоит из двух. То есть раз, два. Я себе начисляю две волшебные единички очков. Это есть. Мы почему-то задумывались, что когда у нас есть вот такая тема, когда теперь плиточка состоит как в столбике и в ряду, то надо еще было бы посчитать по горизонтали, как единичная. Но, к сожалению, в правилах написано по-другому. И подсчитывается только вот, где она стоит. В данном случае в столбике из двух. А вот это вот, то, что здесь осталось, это потом идет сброс. Но об этом чуть позже. Так, у меня синенькая тоже закончена. И, следовательно, сюда отправляется. И я получаю три победных очка. Раз, два, три. Это у меня идет сброс. А вот это незаконченные ряды. Они так и остаются лежать. До тех пор, пока я не закончу вот эти вот замечательные мозаики. И, смотрите, в игре написано, что не надо отправлять вот эти вот новые, ну, как бы старые плиточки в мешок. Они должны как бы лежать до тех пор, пока в мешке не кончатся те плитки. То есть, такой... Я даже не знаю, как это назвать, но просто они не могут использоваться... Пока не закончится все, что в мешке. Да. И теперь, после того, как я себе насчитал очки, я такой молодец, конечно, но у меня очень много очков, которые я должен вычесть. У меня минус один, минус один, минус два. То есть, минус четыре очка. Вообще, лошара. Раз, два, три, четыре. Боже мой. Просто, просто такой вообще неудачник жизни. Это идет сюда. Вообще, вот эта фаза, она происходит одновременно, но для вас мы покажем ее вот так по отдельности, чтобы было легче понять, кто как чего заработал. Ну, и чтобы мы не обманывали. Да, давай. А также ты еще сказал, что... То есть, ты вот себе вычел за жетон даже первого игрока, и ты точно будешь ее начинать первым все равно. Теперь моя очередь. То же самое. Ничего, первое самое, это просто один. Тоже законченное. Сюда идет. Она тоже не соприкасается, и поэтому... Тоже один. Тоже один. Теперь вот это идет сюда. И получается так, как у нас вертикаль. Раз, два. Раз, два. И это не законченное. Получается, вот эти все уходят. Это остается. И... Все, у тебя на этом подсчет очков заканчивается. На этом заканчивается. Что можно еще добавить? Здесь можно потом, когда будете садиться играть, мы надеемся, что вам понравится игра, и вы будете играть в нее. Здесь есть, скажем так, комбинация, какие лучше всего собирать. Это мы, конечно, скажем в конце, но... Ну, кстати, конец игры наступает тогда, когда будет полностью закончен один из рядов горизонтальный. То есть, когда вот это будет, например, один из будет составлен. Все, конец игры, там будет последний раунд. Да, на самом деле, можно по-разному пытаться собирать, и это будет интересно. Да. Первый игрок, то есть, я выкладываю по четыре плиточки новых из мешка. Мы можем это одновременно делать, это в этом суть разницы нет. И потом я буду начинать первым ходить. Новый раунд, и все продолжается. Я скидываю жетончик в центр, и кто его возьмет, это могу быть я, можешь быть ты. Точно так же продолжат быть первым игроком. О, какая замечательная тема. Желтенькая идет в центр, а три, вот эти красненькие, я забираю, чтобы закончить свой ряд. Уже наигравшись в эту игру, по тактике можно сказать, что не стоит забывать о завершении уже таких длинных рядов, потому что потом, потом, и в итоге они так и не заканчиваются. Да, точно. Лучше уж сразу сделать и забыть об этом. Так. Той ход. Вот эту. Угу. Тоже достаточно длинный ряд, и я хочу его закончить. Хорошо. Я забираю вот эти две бирюзовые. Это все в тему предыдущего разговора. И забираю теперь жетон первого игрока. Опять будет минус одну победночку. Молодец. Я, в принципе, возьму две желтые и поставлю вот сюда. Ну, правильно, правильно. Так. Я тогда заберу бирюзовенькую опять одну, и вот это все сброшу в центр. Угу. Как интересно ты сделал. Хм. Бывают моменты, что вроде идет быстро, а вроде бы надо и подумать, что тебе нужно быстрее. Не потому что, даже быстрее, а чтобы просто очень хорошие очки были. Как вы видите, что только при соединении, да, там вертикаль-горизонталь, только тогда получаются большие очки. Естественно, надо от этого и шагать. Вот так вот. Я заберу три желтые. Нормальный подход? Да, в принципе. Очень неплохой такой. Закончил. Угу. Так. Заберу три желтые. А я хочу вон ту желтую. Вон ту желтую. Держи. Это сюда. И две синенькие. Как бы идут сюда, но я их сразу заберу. И положу вот сюда. Угу. Тогда я возьму красненькую. Так. Или нет? А зачем мне тебе облегчать? А мне все равно какой-то это? Ага. Тебе не все равно. Чистая? А нет. Ты не можешь ее положить. Я не могу взять. Расскажи, почему. Я не могу положить, потому что единственное свободное место у меня здесь. И я уже здесь собрала. То есть для вот этого, получается... Ряда. В горизонтальной линии. В горизонтальной линии. Все, с этим цветом у нас закончено. Нет, ты ее можешь взять, мне подпакостить, но вот в свой сброс ты можешь ее расположить. Ну, нет. Это да. Тут зачем мне это делать? Ну, мало ли ты такая вредная тетя. Я вредная тетя, но зачем вредить себе? Блин. То есть здесь такой момент, можно, может быть, ты, как бы, как говорится, видел и другой какой-то момент собрать, но просто принципиально могать. Соперничество. Вот в этом плане начинается соперничество. Взять то, что тебе нужно, или забрать то, что нужно сопернику. Но при этом это тебе вообще не надо. Блин, ну, короче, я понимаю, что ты ее возьмешь, поэтому я лучше возьму красненькую. Ты хочешь взять красненькую. Ладно. Ну, ладно. Хрен с тобой. Ну, действительно, возникает та ситуация, при которой я могу это взять и не мучиться, но я получу все равно победу на очко. Или я могу взять вот это, положить сюда, и одну лишнюю сделать сброс. Но я не думаю, что для меня это пока хорошо. Я и так много очков потерял, поэтому я заберу вот это. Все-таки не взяло в тебе, да? Нет, не взяло. И да, ты забираешь вот это. Мне все-таки идеально входит. Надо было, может, даже с этого и начинать. А я мог, да, тебе оставить, и тоже, чтобы ты получила минус одно победное очко. По щам, да. А, закончилась фаза, и все, мы теперь давай одновременно начинаем и будем себе начислять победные очки. Нет, почему? Или ты хочешь по очереди? Давай по очереди. Ну, давайте, да, чтобы все видели по очереди. Синенькая летит мне сюда. Это одно победное очко. Дальше. Правая синенькая летит мне сюда. И по горизонтали два победных очка. Раз, два. Желтенькая летит у меня сюда. Это тоже два победных очка. Раз, два. Бирюзовая сюда. Это четыре победных очка. Раз, два, три, четыре. И красная летит сюда. Это одно победное очко. Отлично. Это все у меня летит вот сюда Прекрасный такой сброс Прям все Это прям мне понравилось И минус одно победное очко за жетон первого игрока Давай, ты Так Меня идет сюда О, рассказывай Что же у меня получается Она переместилась сюда И у меня получилось соединение и вертикаль, и горизонталь Поэтому я начисляю тебе абсолютно за все эти линии Получается Так у меня будет три Включая эту, да Обязательно включая, которая пришла Три, а это будет два Три плюс два, это пять Молодец Кстати, что же мы забыли упомянуть Забыли сказать о том, что надо обязательно То есть, как вы видели, что мы по очередности Сначала одну, потом вторую, потом третью Почему? Иначе тогда получится неправильный подсчет очков Потому что, естественно, например, я иду следующую сюда, пригоняю И, например, если бы до этого я уже и красный, и так далее, и так далее, уже пригнала Совсем другой подсчет очков, да Совсем другой подсчет очков Поэтому надо, то есть, совершенно постепенно, и как вы видите Сверху вниз, да Да, и потихоньку-потихоньку считать А то неправильно будет Так, желтое ты переместила Давай два победных очка от тебя Раз, два Это незаконченное Это можно сюда, кстати, брать Во, четыре Молодец Пятнадцать это будет И красное незаконченное Незаконченное Вот это вот уходит Если честно, жаль, что это не уходит в мешок Я понимаю, что тут скорее какой-то определенный баланс Но Нет, в правилах написано, что после того, как в мешке все закончится Они замешиваются в мешок Но, честно говоря, это непонятно Очень ли это важное действие Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете Нужно ли нарушать так правила И закидывать это в мешок, чтобы это было удобнее Или все-таки давайте действовать по правилам Как приличные, правильные ребята Я первый игрок И начинаем Что же мне очень необходимо взять Я заметил, что желтеньких очень мало А желтенький мне, в принципе, необходим Я его забираю единичный А это все в центр стола Вот сюда на единичный Дай мне, пожалуйста, стоит две красненькие Две красненькие На здоровье Я, естественно, продолжаю нижний ряд делать О чем мы и говорили Угу Я заберу две бирюзовые А это в центр В центр Угу Хорошо Ага, подпортила мне жизнь Не дашь мне закончить Не дашь мне закончить В этом раунде Или мне поступить так, чтобы закончить Я, наверное, все-таки поступлю так И возьму две бирюзовые Три Три бирюзовые Потому что обязательно надо брать все цвета этого цвета Нельзя оставлять Жетон первого игрока Вот так вот Одну кладу сюда И две вот сюда Фига себе ты даешь Ну блин, ну ты ж так подпортила Вот это классный момент В этой игре Вот так вот тактику можно совершать Очень полезно Хочу так Я забираю три синие Молодец Теперь я заберу Красную Тоже сюда Я завершу свой ряд синим Прямо Спасибо, что оставила Пожалуйста, я заберу желтенькую Так, мне не остается ничего Кроме как Вот сюда Взять И, наверное, все-таки я расположу вот сюда Вот эти черные К сожалению, в этом раунде я не закончил этой линии Давай подсчет очков Желтенькая летит сюда И теперь у меня такая же ситуация Что два здесь, два здесь Это четыре победных очка Это 15 Дальше это законченный ряд И теперь здесь три Три Это шесть Это получается 21 Синенькая летит сюда И в итоге это получается Два Два То есть, и все идет относительно той плеточки Которую вы только что выложили Вот этой Два Два Четыре победных очка Двадцать пять И это у меня не законченная тема Это сбрасывается Ооо Комбо Комбо-бомбо Минус Два Четыре Двадцать одно Отлично Очко Да Моя очередь Красный Летит сюда И здесь получается Три Да плюс два Это пять Хорош Хватит Выигрывать Нет Нет Мы не можем остановиться Это идет сюда Это всего два Да Да И красненькая летит у меня вот сюда И это целых пять Ооо На конец игры ты точно уже получишь дополнительные победные очки Потому что у тебя завершенный столбик Но Это не конец игры Потому что это только вертикальный ряд А игра заканчивается когда горизонтальный ряд Кстати по желанию Если с вами будут играть противные люди Или вы противные люди При желании Можно в принципе За пять ходов Закончить любой ряд И так быстро закончить Да Можно просто по одной выкладывать каждый раз Так И в итоге закончить игру Кому-то это обломать Доставаем мешок И Создаем новые Начинаем телодвижение Забрасываем в центр В костер Единичку И забираю вот эти черненькие Две А эти сюда И заканчиваю ряд Не повторяйте моих ошибок Быстрее заканчивайте вот эти основные большие ряды Это беда Если их не закончить Интересный совет раздаешь, да? Да Вот так Заберу красную Вожу вот сюда А это вот сюда Очень неприятненько Да? Угу Я возьму Вот так два И расположу сюда Я закончу красный ряд Забираю вот эту красную И забираю жетон первой игры А что-то в этой игре Прям он у меня сюда уходит Быстро Тебе идет Жетон первой игры Так С ним можно сфотографироваться Да 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 Все синенькие Все синенькие Молодец Я заберу Я заберу одну черненькую И расположу ее вот здесь А вот эти все Сброшу сюда Вот так вот В данной ситуации Если я не совершу это действие То я могу получить больше по щам Чем было бы по другому Поэтому я забираю две синие И тем самым я и себе порчу ситуацию Ну и надеюсь Что соперница Тоже Не будет сладко В данной ситуации У меня уже синенькие И здесь И здесь В этом ряду уже есть Поэтому я их просто Отправляю вновь В свой Такой Вообще Это написано Что как будто Эти плиточки Падают на пол И они теперь Недействительные И их надо Вот так вот За них отчитываться Странно Ты мне пытался Испортить То есть Да Как-то Подожди Чё Так не честно А как У меня У меня и тот И тот цвет здесь Да Ну я-то думал Ты возьми Боже мой Ну ладно Ладно Да вы это видели Где-то вообще классно Просто Ну просто ты забираешь Просто я забираю Вот это да А мне бы и так И так они бы достались Ты мне бы и так И так их оставила И здесь и здесь Да у меня тоже Опять есть такая тема Да У меня бирюзоненький есть Поэтому Это просто шикарно Дениск успех ушел Отлично Да Давай начинаем Набирать очки Чтобы потом их С удовольствием Вычесть Отправляю черную Сюда И только У меня горизонталь Поэтому только Четыре победных очка Это двадцать пять Красненькая Летит сюда Это три Да плюс четыре Это семь Тридцать два Черное летит сюда Это получается Два плюс пять Это семь И это Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь И теперь с удовольствием Так Сейчас Поехали Минус один Минус один Это минус два Правильно? Правильно Минус четыре Минус шесть Минус восемь Минус одиннадцать Минус четырнадцать победных очков Браво! Раз Два Три Четыре Девять И сюда Двадцать пять Ты пока не расслабился У меня все вопросы Вот ты скинул четыре и красную Откуда ты красную скинул? Откуда я сбросил красную? Вот здесь Вот У меня была Я все закончил Я сделал черную Красную И черную Ну ладно А то дома Вот это Когда какие-то использую Конечно Да Вам не видно Что я уже молодец Я конечно молодец Давай Это у нас идет сюда И это четыре Раз Так вот Четыре Пять Шесть Это так не собралось И это не собралось Минус одиннадцать Успокойся Быстрее вычитывай очки Лучше тебя Я не знаю Я понял Но Хотите верьте Хотите нет Это только при игре вдвоем Блин Мощно Давай Начинаем раскладывать Мешки Я теперь точно Закончилось все Оно все здесь И тогда Вот это мы собираем Все-таки в мешок Потому что Возможно будет Следующий партнер Возможно будет Следующий раунд Да Как всегда Жетончик летит сюда И вот Наверное В этой игре Тема интересна Что остались В основе Свои красные А синих Почти нету Потому что Вот такая тема Мы их почти Не израсходовали Но Я забираю Вот эти Три красные Три красные Прекрасные Плитки И выкладываю Их вот сюда Далее Вот эту Одну желтую Держи Забираю Три черные Одну Синюю Беру Чтобы Перекрыть Вот так Ну правильно Правильно Если гадить То прям Отлично С душою Забираю Две черные И жетончик Первого игрока И жетончик Первого игрока И располагаю Только одну Плитку сюда Вторую На пол На пол Да да Мне пожалуйста Две красные Две красные Я заберу Пять желтых Чтобы сразу Закрыть Нижний ряд Тема Тема Я лично вижу Что ты Что я Можем Закончить Эту игру Но Я думаю Заканчивать А я Скорее всего Наверное Закончу Или ты можешь Не заканчивать Эту Браун Самое главное Просто можешь И ты И я Это сделать Да Ну ладно Давай так Ага То есть Смотрите Та ситуацию Мы должны Предполагать Так как это Потом Когда мы будем Делать облицовку У тебя Перелетит Туда Бирюзовая И ряд Будет полностью Сформирован Следовательно Будет окончание Игры И Последующее Подведение Итогов И очков Значит Я тоже могу Закончить Игру Так Я забираю Синенькую Не переживай Красный Мне никак Не повредит Красный Тебе никак Не повредит Давай Начинаем С меня Потому что Я первый игрок И синенькая Летит сюда Я получаю За полный ряд Пять победных Очков Это Тридцать Да О Как я от тебя Далеко Дальше Красный Летит Сюда Я получаю Четыре Победных Очка Потом Черный Летит У меня Сюда И я Получаю Три Да Пять Это Восемь Победных Очков Это Раз Это Шесть И Это Еще Вот сюда Вот так Дальше Желтенькая Сюда Летит И Это Только Три Победных Очка Раз Два Три Идет Сюда И Минус Два Как же Я люблю Назад Двигаться Это Просто Популярно В принципе Так как Игра Закончена Можешь Скидывать Да Давай Теперь Ты Почитай Очки Я Тоже Заканчиваю Эту Игру Хотя Ты Как бы Без разницы Уже Тоже Закончил Так И Это Пять Вот Сюда Вот Это Красненькая Идет Вот Сюда Это Два И Четыре Это Шесть Да Так Два Три Четыре Пять Шесть Это Остается Ну Она Как бы Уйдет Но Она В принципе Не нужна Одно Это Одно И Вот Это Целых Два Тем не менее Это Все равно Хорошо Смотрите Фаза Облицовки У нас Закончена И Пока Ты Лидируешь Но Есть Также Подведение Очков После Того Как Мы Закончили Игру Вот Здесь Внесу Планшетик У нас Такие Справа Есть За Каждый Горизонтальный Ряд Помимо Того Что мы Сделали Будут Плюс Два Победных Очка За Каждый Вертикальный Столбик Плюс Семь Победных Очков И За Каждый Цвет Если Мы Собрали Его В количестве Пять Штук Вот Например У меня Синеньких Только Четыре Если бы я собрал Еще Еще Одну То получил бы Плюс Десять Победных Очков Или у тебя Такая же Тема Давай Сразу Подведем Горизонтальный Ряд У меня Только Один Поэтому Плюс Два Победных Очка Но Зато У меня Два Вертикальных Ряда Это Плюс Четырнадцать Победных Очков Сорок Пять Плюс Четырнадцать Это Пятьдесят Девять Вот так Пятьдесят Девять Очков Плюс Унижение Даже Мы Еще Не Выиграем Ну Мало Ли У меня Один Горизонтальный Это Сего Раз Два И Один Вертикальный Это Семь Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь Пятьдесят Девять И теперь Смотрите У нас Ровно Это Первый Раз И При Ровном Количестве Очков Считается Стока Кто Побеждает У кого Больше Горизонтальных Рядов У меня Один Горизонтальный Ряд Ага Полнейшая Ровная Значит Победили Оба Класс Мощно Да В правилах По-моему Так написано Не Да Я буду Уверен Что так Ну Или у тебя В любом случае Там же Том первого Игрока Валяется Может быть Может быть Но вообще Там написано Что считается Именно По горизонтальным Рядам У кого Типа Больше Горизонтальных Рядов Слушай Ну Эта партия Получилась Феерическая Несмотря на то Что я Всю игру Просто Сбрасывал На пол Плитки Я же не Аккуратный Ремонтник Да Строитель В итоге Все равно Вровень Вышел Давай Подведем Итоги Расскажем Как мы Сыграли Как тебе Понравилось Или нет Мне Понравилось Мы играли На троих И на четверых Играли Мы играли Много раз И вот Уже Сели Все таки На двоих Записать Вообще Всегда Классно Это Несложно Это Супер И Мне кажется Просто даже Ощущение Дергаю Все компоненты Это Очень приятно И самое Что Главное Помимо этого Здесь Есть Другой Стороны Еще Вот Такое Поле То есть Если Тебе Здесь Дается Определенно Как надо Выкладывать Расположение Специальное Не повторяться Вы же заметили Есть же Ограничение Что нельзя Повторяться Или как Там Соединено Должно Быть То здесь Ты должен Сам Проследить Как правильно Надо Выкладывать Но при этом Опять по правилам То есть Как В судоку По-моему Не должны Повторяться В судоку Цифры А здесь Не должны Повторяться Плитки Что в ряду Что в столбике Вот это То есть Будет Более Усложненная Версия И То есть Сами выбирайте Какая вам Больше нравится Вот И Очень Все равно Приятная игра И при этом Легкий Легкий конфликт Он все равно Есть То есть Это Если ты Не будешь Только Сварить Свою Свою Это только Своё Игровое поле Свою Не знаю Мозаику И будешь Немножко Смотреть На других Игроков Ты Хотя бы Можешь Увидеть Как Немножечко Испортить Ибхот А вот Так Вообще Очень Приятная Игра Моё мнение Очень с твоим Похоже Мне тоже Очень нравится Игра Помимо того Что это Абстракт Какое-то Такое Перекладывание Как Многие Могут Скать Тупое Перекладывание Вот этих Компонентов Но Мне Лично Это Доставляет Удовольствие Потому что Когда Компоненты Классные По-другому Я никак Не могу Сказать Это Очень Приятно Делать И Ты знаешь Что я хочу Сказать Что При игре Вдвоём Вот как Мы Сейчас Играли Это Достаточно Сильно Отличается От игры При Троём И четвером Когда Три-четыре Игрока Какая-то Идёт Не спешка Какая-то Вот так Здесь Я Прям С тобой Почувствовал Достаточно Сильную Такую Ну как бы Взаимодействие Сильное соперничество По сравнению с теми Да Потому что Не совсем Уследишь Всё-таки Чуть-чуть Совсем И вы знаете Вот то Что вы сегодня Видели Относительно Вот этого Пола То что Здесь Минус Победные очки Ещё Ни в одной Игре Ни в одной Партии У меня Не было Такой проблемы У меня Обычно Максимум Минус Единичка Была занята А здесь Я прям Очень удивлён Потому что Остаются Очень много Цветов Одного Итого Того же Цвета Их По-любому Надо куда-то Девать Вот Вы сами Видели Ничего Не могу Это сказать И ещё Главное Отличие Что Если вы Мало ли Думаете Что Или забыли Что вот Таких Будет Ну Тоже Так же На трех И на четверых Мы напоминаем Что их Количество Увеличивается И естественно И плиточек Больше И больше И как вы Видели Быстрее Было У нас Они закончились Быстрее Были Не обновились И так далее И так далее Да Давай мы потихонечку Будем замолкать Последний момент Я скажу Что в ближайшее время Должна быть Вроде как Локализация Этой игры Но Поймите меня правильно Я как бы Туда не лезу Но игра Абсолютно Языконезависимая И Самое главное Найти Если вам она Очень понравилась Насколько она Должна быть Для вас По цене Дешевле Должна выйти Потому что Ну Вот она С себя Всё представляет Переведите правила Найдите её На каком нибудь сайте Почитайте И всё Понятно? Да А игра Вот такая Спасибо что нас посмотрели Подпишитесь на наш канал Мы записываем Разные игры И в основе Свои какие-то Интересные Либо редкие Либо новинки Чтобы вы Успели их посмотреть Ознакомиться с ними И В любом случае Для себя решить Интересна эта игра Покупать мне её Или нет Типа сказать Пока Пока Больше мы не будем брать Это был канал По настолям С вас Большие пальцы вверх Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok